Внешние работы завершены на 90%. К внутренним только приступают. Масштабную реконструкцию Ленинского мемориала начали еще в 2018 году. По изначальным срокам превратить одну из главных достопримечательностей в современный Ленин-центр должны были за три года. На это выделили рекордные 2 миллиарда рублей. Однако ставить точку в ремонте пока слишком рано. Да и вопросов у людей накопилось много. Их подрядчикам и представителям профильных ведомств задали общественники. Наше желание общественной палаты применить здесь свое влияние, объединить наши усилия правительства Ульяновской области лично губернатора на то, чтобы эти этапы строительного производства были безусловно выполнены с высоким качеством. И все-таки сроки приблизить. Хотя за решение денежного выражения мы получили полностью. Вот федеральное правительство мы получили на этот год уже полтора миллиарда. И 125 миллионов выделено сегодня в средств из регионального бюджета. Что касается внешней отделки, то до 10 июня должны сделать кровлю. Облицовка стен мрамором выполнена на 99%. Заменили в итоге порядка 10 тысяч квадратных метров плитки. По трем колоннам выдано замечание. Они устраняются. Есть претензии и к внешнему виду фасада. В некоторых местах видны сколы и неровные швы. Главный инженер Ленинского мемориала сослался на отсутствие компетенции в этом вопросе. Проверку должны производить ответственные органы. Это натуральный камень. И работы проводятся в соответствии с проектом. И идет не создание какого-то нового объекта, а реставрация объекта. Фасад выполняется из тех же материалов, теми же размерами. Поэтому у нас в этой части нет вопросов. В этом году заключен новый контракт на ремонт внутренней части. На это предусмотрено более полутора миллиардов рублей. Завершить весь ремонт обещают к концу 2024 года. В этом году обещают доделать органный зал, открыть вход для посетителей через кассовый зал и северную сторону. Остальное в следующих годах. Есть вопросы по благоустройству прилегающей территории. Предлагается в частности заменить голубые ели и другие зеленые насаждения по периметру здания. Заключен контракт с архитектурным бюро, специалисты которого должны к холодам предоставить проект по преображению пространства у мемориала. Обошли вот эту всю территорию, начиная от территории, прилегающей к мемориалу, и заканчивая Владимирским садом. И, как говорится, обходили группы, включая всех заинтересованных, кто расположен на этой территории, включая историков, краеведов, музейных работников, строителей, архитекторов, и определит вот этот финальный рожденный проект по благоустройству. Благоустройство каждого кусочка, прилегающего к мемориалу, не расположено от площади до площади. Пока непонятна судьба мемориального фонтана. Раньше он выполнял техническую функцию, но сейчас в подвале здания поставили новую приточную вентиляцию с высокой степенью очистки. Поэтому потребность в дополнительном увлажнении воздуха отпала. Тем не менее, это не повод поставить на фонтане крест. Бассейн необходимо реконструировать, считают общественники. В мемцентре заверили, что объект также внесен в план реконструкции. Однако, необходимо решить вопрос с собственником, пока бассейн в оперативном управлении мемориала. По итогу, все проблемные вопросы, которые поднимались во время осмотра объекта, будут зафиксированы в рекомендациях и переданы правительству.